Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас будет эфир с Татьяной Станиславской. Будем разбирать сон. Мне прислали очень интересный сон. Попробуем сейчас с Татьяной разобрать этот сон. Очень глубокий. И я надеюсь, не сильно шумно. Кто меня слышит, сильно музыку слышно. Просто я не успела добраться до места. И поэтому я вот здесь, с музыкой. Надеюсь, на ухо не давит, потому что сон интересный. Девушка написала достаточно. Надеюсь, мы сможем что-то интересное сказать по этому сну. Девушка переживает, что вдруг там такой сон, что можно... Спасибо, Элизе, моя хорошая, спасибо. Девушка боится, что, может быть, это такой сон, после которого вообще жить не захочется. На самом деле, там очень много интересных моментов. Танюша, я вижу. Я сейчас включу. Как это надо? Спасибо, привет. Привет. Девушка, привет. Привет, привет. Калена, к этому уроку. Рада видеть тебя. Танюша, вот понимаешь, я попала в такой... Не успела я доехать до места, поэтому будем с музыкой немножко. Это я за музыку, потому что пятница сегодня. Пусть будет музыка, конечно. Это же такой день. Такие женщины, которые вот так на лайте. Да, мы не будем тоже. Просны, да? Смотри, мне прислали очень интересный сон. Прям вот сегодня сон приснился. Если эта девушка здесь смотрит, ну, как бы добавляйте или уточняйте, да? Может быть, я что-то пропущу. Сон такой. Она видит двоюродную сестру во сне, и та ей дарит цветы сломанные и какие-то корявые. И какие-то что? И какие-то корявые. Корявые. А, корявые. Да. А потом мама этой девушки, мама этой девушки, двоюродной сестры, говорит ей, я тебе принесла подарок, посмотри. Она сначала радуется, идёт, открывает коробку, а там какая-то, ну, тоже чашка, она такая уже никакая, ну, какая грязная, с разлёдами. И она почувствовала сильнейшую обиду. Потом они, значит, мама, то есть двоюродная сестра с мамой лежат на одной кровати, она с мамой, вот эта девушка, которой приснился сон, на другое. И она понимает, что они лежат и ненавидят друг друга. Потом, что там сейчас, ненавидят, и вдруг девушка понимает, что её мама давно умерла, то есть её нет в живых. И она просыпается вот в этом ужасе просто. Чувства были, во сне были обида, страх, какой-то отверженность. Какое-то ещё чувство было. Я думаю, что здесь ещё, наверное, было чувство обманутых ожиданий. Да. Тогда, когда, ну, она получила подарок, а подарок... И как унижение там, или, ну, недавно. Юля уточняет, да, недавно, а в моменте. В моменте умирает, и она просыпается в ужасе, а у неё завтра день рождения. У Юли реально день рождения. Да, да, а у неё реально день рождения. Они с этой двоюродной сестрой давно не виделись, и как раз сегодня, да, или завтра они идут на концерт. Сегодня, по-моему, да. Они встречаются за долгий период времени. Вот у меня, знаешь, какие-то вот возникли, пока я отчитала, мы чуть-чуть с Юлей переписывались. Ну, первое, какая мысль возникла, это вот напряжение какое-то постоянно психическое, да, как будто повторение одному и того же, чего-то детского, может быть, даже, связанное с матерью, естественно, может быть. Но, как бы, понятно, да, там персонажи, там сестра, тётя, мама, я. Но при этом это же в психическом вот эти вот роли. Теперь это мои какие-то субличности, но они уже, эти субличности, со мной общаются точно так же, как когда-то кто-то со мной, или мама, например, потому что вот Юля сказала ещё о том, что с ней мама общалась, как она выполняла функцию, но всё время критиковала вот этот критик. Критик всё время, да, в психическом, может тоже остаться, который всё время тобой будет недоволен. И это начинает сниться во сне, что мы делаем с собой. То есть можно сказать, что что-то не проработалось, может быть. И, ну, во сне сон требует, как бы, делает подсказку и требует разрешения этой проблемы. Потому что это вызывает, может быть, напряжение, а где-то в обычной жизни может создавать такие же конфликтные ситуации с другими людьми. Ну, смотри, моя версия такая, ну, мне кажется, что идёт речь о каком-то разочаровании вообще, да, о том, что Юля будет ожидать, ну, какое-то действие в свою сторону, ну, какое-то положительное, да, вот какой-то подарок там и так далее. А там обнаружится, ну, что-то такое, что ей не понравится, или оно будет чем-то, ну, вообще другим, чем то, что она ожидала. А что касается мамы, всё-таки я склонна рассматривать сны о смерти близких людей с точки зрения того, той отмирания или неактуальности, потери важности той части, которую этот близкий человек в этом человеке, ну, привнёс, так скажем, да, там, или взрастил. То есть, если, например, мама, ну, настаивала, например, там, ну, на этих отношениях, что там это твоя, ну, там, это твоя сестра двоюродная, ты должна с ней общаться, ты должна с ней видеться, потому что вы семья, у тебя там никого больше нет. Я не знаю обстоятельств, да, то есть жизни Юли, и я не могу точнее быть, ну, вот в этих формулировках. Но если, например, речь о том, что в этом контексте у мамы была какая-то установка, укреплённая в Юле, то сон о том, что мама умирает, может свестись просто к тому, что эта сентенция, она потеряет вообще значение. Ну, например, Юля будет настолько разочарована в этой сестре, никогда не настаивала, они с тёткой всегда соперничали и ругались. Юля, честно говоря, вас не хватает у нас в эфире, я не знаю вообще, есть ли возможность у вас, может быть, присоединиться третьим человеком к нам и выйти, и мы бы тогда, ну, задавали вопросы вам, это помогло бы узнать эти подробности, да, потому что, ну, вот видите, это важный момент, что они... Ну, вот смотри, можно же просто вот взять сам сон и именно сон разбирать, да, без всякого уточнения. Вот есть сон, и мы берём вот, что там происходило во сне, и какие чувства были, да, вот я согласна, там были вот эти ожидания, да, ожидания любви, может быть, да, вот там про цветы и про подарок какой-то, и подарок не случается, или он случается, но какой-то... Вот здесь вот я подумала, что в психическом, когда что-то всё время как будто не случается, может быть, есть и в жизни ожидания, как вот этот подарок, да, и каждый раз туда можно заходить, а подарка нету, вот что происходит, какой-то как будто обман или запрет на цветы, на подарки, может быть, или там из-за этого запрета же мы иногда не понимаем, почему я делаю-делаю, а подарков нету, хочется, это же желание иметь какие-то положительные чувства, расслабленность, принятие вот этого, то, что даёт мир, и здесь же может быть страх, что мне не нужны ваши подарки, потому что я знаю, что вы ничего путного не дадите. Ну, ничего, да, подарков точно нет. Ну, страх и недоверие, что мне что-то могут дать, кто-то что-то может дать. Нет, это всегда будет вот это что-то корябое. Ну, здесь, понимаешь, мне кажется, здесь имеет значение и персона тоже, ну, то есть Юле же не приснился, например, там, ну, абстрактный человек, да, то есть то, что это двоюродная сестра, это дочь, ну, тётки, с которой у них с мамой, там, значит, отношения сложные, этот персонаж, он тоже имеет значение большое, ну, что это, там, ну, не соседка, да, там, не одноклассница. Это что-то очень близкое, это что-то такое семейно-наследственное, может быть, родовое. Может быть. А может быть, что-то очень родное, это мама, да, мама родной, близкий, ну, по крайней мере, если обрисовывать маму, то это вот устойчивость, это то, с кем нам хорошо, когда мы дети, да, безопасность и так далее. И когда во сне снится мама, то это, может быть, как раз я, потеря мамы, это как потеря себя потом во взрослой жизни, как себя потом собрать, потому что я потом уже становлюсь практически вот той мамой, которая была у меня, и я начинаю относиться к себе так же. То есть, может быть, еще функцию, например, Юля выполняет, да, вот эти действия, кормить, одевать, обувать. То есть, функция есть. А где подарки-то? А это про чувства. Подарки же про чувства положительные, про радость. А где вот эти чувства тогда? Их как будто нету, есть только какие-то напряжения, функцию сделают, все время тащишь, тащишь, тащишь. Как теперь с этим быть? Я думаю, понаблюдать. Я думаю, что день рождения, ну, во-первых, на концерте. Вот интересно, там они пересекутся или нет. И как это будет вообще в коммуникации, да, то есть вот, ну, между девочками. Будет ли это что-то, ну, такое родственное, ну, такое приятное? Будет ли звучать в этом тепло какое-то, в этом взаимодействии или нет? Будет ли разочарована Юля? А во-вторых, мне кажется, ну, если мы рассматриваем эту потерю матери во сне, как потерю себя, там, или точки опоры своей, вот какой-то такой, вот, то, ну, день рождения может быть испорчен. Вот я про что. Это про что-то такое, ну, что не принесет, на самом деле, радости и праздника. К сожалению. А вот еще, как ты сказала, у меня появилась мысль. Вот потеря матери, с одной стороны, воспоминания о матери могут вызывать негативные чувства, и хочется с ней уже, как бы, отстать от таких мыслей, от чувств, сепарироваться, с одной стороны. Но, смотри, во сне снится, что она очень сильно пугается, до ужаса пугается, что мама умирает или умерла. И, как бы, тут, может быть, амбивалентность, с одной стороны, избавиться от этого, а с другой стороны, страх. Потому что, возможно, нет другой модели тогда. Тут хотя бы вот это есть, да? А мама, если умирает, вот в сепарации, все, нет больше мамы, я одна. И тут вообще неосознанно может происходить вот этот страх. А как быть, когда мамы нету, когда нет вот этих инструментов, на которых я жила столько времени? Это может вызывать вот этот ужас, потому что у меня ничего нет другого. Как я без психологической мамы тогда буду жить? Тогда нужно будет строить, может быть, как раз вот что-то новое, новые инструменты. Отпустить или это, может быть, про сепарацию, это первое, да? И, может быть, про выработка другой модели жизни. Ну, про самость такую свою, да. Да, может быть. Ну, сон такой мощняк, конечно. Мы с ней всегда воюем, пишет Юля. И когда она умерла, я поняла, что конец войне. Тогда это про сепарацию все-таки. Да. Да, про сепарацию, про то, что можно... Все закончилось. Все закончилось. Пора домой, кстати. Вам можно жить теперь. Андрей Гринбер, твоя мать, она должна попрощаться и не с ней, а она только смерть. Да. Это прямо опасная такая штука. Иногда происходит буквально. Не только во сне, да. Вот некоторые проигрывают вам во сне, какую-то смерть или свою, или матери. А это бывает иногда буквально. Очень человек не выносит. Вот, кстати, я посмотрела тот фильм, который ты рекомендовала. Какой? Ну, вот там как раз про нарциссическую мать ты рекомендовала. А, про мать и сына? И сына? Вот это вот очень может быть из той серии, да? Что он все-таки, когда мама умерла, вот еще такой опасный момент есть, да? Когда мама умирает фактически, например, то человек просто теряет себя. Мамы нет, жизни нет. Все. Может быть так. Смысл теряется. Смысл теряется. Если, ну вот в этом фильме, да, в этом фильме он оправдывал ожидания своей матери, да, всю жизнь. А когда мать ушла из жизни, он, ну, просто потерял смысл. Нечего было уже достигать. И он покончил с собой тогда. Причем своя семья его не интересовала. Ни жена, ни дети. Все. Мамы нет, уже не закончилась. Это один момент. А второй момент. Вот этот ужас может быть настолько ужасным, что тогда лучше я умру, чем мама. Вот настолько, может быть, неосознанно страшно. Юлия пишет, что ей уже несколько раз это снилось, что мама умерла с большими промежутками во времени. Ну вот Элиза, Эльза, Элиза, Элиза, Элиза писала здесь о мертвой матери, да. То есть это феномен такой, когда действительно бессознательная хочет, ну, чтобы это все закончилось. И смерть в этом смысле представляется единственным способом, ну, все это прекратить. Ну, то есть это сон-желание такое. Не чтобы умерла мама фактически, нет, конечно, но чтобы связь эта прервалась. Ну, чтобы, наконец, ну, вы освободились и стали отдельной личностью. Тут может быть, как бы, да, с одной стороны желание сепарироваться, а с другой стороны может быть и другая, вот это вот ужас, потерять вообще вот эту опору, хоть и такую. Может, и это проигрывается во сне. Вот тут надо как бы дальше разбираться, что с этим делать, тем более сон повторяется. Юля, я хочу... Я хочу спросить у вас, а вы сама мама? У вас есть ребенок? Юля пока пишет. У тебя есть сны, которые повторяются, так? У меня был сон один. Прям вот повторялся. Я постоянно его видела несколько лет подряд, пока не пошла учиться. И у нас была когнитивная психология, предмет. Мы там разыгрывали, разыгрывали сны. И я говорю, можно мне, пожалуйста, достал мне этот сон? И мы выиграли у нас. Вот все время за мной кто-то бежал и что-то со мной хотелось сделать. Я испытывала там дикий ужас каждый раз. А потом я вот прям на уроке нашим такой парень, мы разыграли. Я встала вот так же бегу, как во сне, и он бежит за мной. Меня реально охватывает такой дикий ужас. Все, я прям дышать не могу. И потом она мне говорит, стоп, останавливайся. Я остановилась. Повернись. Я поворачиваюсь. Он стоит. Смотри прямо в глаза ему. Я смотрю прямо в глаза. Спроси, что он хочет. Что ты хочешь? Он такой, ничего. Все, больше мне этот сон никогда не снилось. Вот уже лет, наверное, 18. Все. Но больше не было этого сна. А вот на протяжении большого... Что-то из детства. Это вот как про какой-то страх. Что со мной... Чего-то. Страх чего-то. Я даже не понимала, чего. А снился просто такой сон, что за мной кто-то бежит. Хотя за мной никто не бежал вообще. Я не помню, чтобы за мной кто-то бежал. Я испытывала такое умение. Это глупо про что-то другое. А про что... Это бывает неосознаваемо. Может, еще внутри утром. Фиг его знает. Да, ну тут, да. Тут вообще тут эти... Растут эти причины откуда угодно. Угу. Ну это вот... На идее. А потом я делала такие встречи. Живые встречи. Мы так же выбирали сны. Мы прям разыгрывали. И они просто исчезали. То есть они переставали сниться, повторяться во сне. Вот видимо что-то в этот момент проигрывается. Не важно уже что. Просто если сон перестал сниться, уже хорошо. А вот момент такой интересный. Я помню свои чувства. Как только я посмотрела в глаза, во сне я стала смотреть в глаза. То есть я перестала пугаться. У Элизы есть гипотеза относительно преследующей матери. Ну да, может быть, мама и преследовала. Она же так хотела меня родить. Практически преследовалась. Возможно. Там, послушай, там я у Юли спрашивала про то, является ли она мамой сама. Да, и Юля написала, что да, у нее есть ребенок. Поэтому, опять же, да, то есть может быть это сон и про Тусси, парацию вторую. Ну, то есть мы же не знаем, сколько там лет ребенку. Но если больше пяти, то это может быть и цеплять, это может быть и Юлины отношения с ребенком. Так, хорошо. Может быть, три персонажа. Она, ее психическая мама и ребенок. Да, да, да. Это может быть вообще на троих такой сон. Может быть, да. И что с этим делать? Может быть, разыграть, чтобы не было больше. Юля пишет. Я с мамой живу, разбирала, зачем это мне. И пришла к тому, что у меня столько боли, что живы с ней. Что живу с ней. Я ей мыщу. Игнорирую ее намеренно. Понимаю, что это бред. Ребенку 14. Ну, вот этот возраст для сепарации очень актуальный. Ну, да. То есть, может быть, понимаешь, может быть и сам ребенок 14 лет уже хочет быть автономным. А Юля, например, ну, еще его ментально удерживает рядом. Вот. Может быть, игнорированный намерен. То есть, со своей мамой что-то не завершено. Да. Ну, с мамой Юля живет. Вы, возможно, остаетесь сами еще вот этим 14-летним ребенком, которому невозможно отлюбиться от матери, да? И этому то же самое вы можете проиграть со своим ребенком, который тоже вас будет игнорировать намеренно. И такая цепочка. Тут нужно вопрос сепарации решить со своей мамой. Ну, если они вместе живут, понимаешь, то как они его решат. Я с мамой живу. Ну, здесь надо думать. Разговаривать надо, учиться. Это не простая задача какая-то. Что ты предлагала? Либо, если, тем более, смотри, если они живут вместе, то можно пойти на семейную терапию. Всем троим, значит. Значит, там ребенок есть. Вот все, кто там находится или хотя бы пока с мамой, да, с мамой со своей разобраться. Потому что, когда, если Юля разберется с мамой, да, им будет легче через последний разговаривать, да, через психолога. Они поймут, как взаимодействовать. И тогда Юле будет легче отпускать, сепарировать своего ребенка. Чтобы это не передавалось по наследству, это игнорирование и в какой-то степени ненависть. Но при этом они живут вместе. Понимаешь, еще такой момент. Я понимаю, но я вижу еще, что Юля обесценивает это все. Понимаешь, вот она пишет. Я понимаю, что это бред. Юля, это не бред. Это серьезно. И ваши чувства, ну, они имеют право быть. И, ну, это не бред. Ну, мы вам очень сопереживаем. Мы, ну, понимаем, что то, что вы чувствуете, это ценно. Юля пишет. Да, я ребенок. Если не буду ее уничтожать, буду уничтожать других мужчин. Мама не понимает и не принимает разговоры. Она во мне своих родителей видит. Во мне ребенка не видит. Ты видишь, что заплет здесь вообще какой. Мама приснилась, да? А мы начинаем сон разбирать, а здесь не только мама. Ну, здесь ребенок, здесь мужчины уже появляются. Ну, то есть. Это уже такой нежный ком. Это вызывает, ну, смотри, они живут вместе. Это вызывается меньшее напряжение. Напряжение как будто бы невозможно, которое разрешить. Конечно, если Юля сама ребенок, да, то это невозможно сделать. Потому что если я не ребенок, я взрослый. Если я психологически взрослый, я сепарируюсь не только психологически, но и физически. Потому что у меня уже своя семья, свой ребенок, и я организую свою какую-то жизнь. А тут и сон, смотри, ужас. Во сне Гуля испытала ужас, когда увидела, что мама умерла. И может быть, как раз вот они живут вместе. Может быть, мысль о том, что если я буду жить без мамы... Ну, я не готова. ...вот здесь может быть мысль о том, что это ужас. Да. Да, мы там ссоримся, мы что-то там ненавидим друг друга. Но это как будто и есть вот эта жизнь, от которой ужасно уходи. Юля написала инсайт и поставила звездочки. Это тем я зачитываю, кто будет смотреть это в записи, да, потому что, ну, их может быть не видно, этих текстов. Юля пишет такое ощущение, что я не взрослею намеренно, чтобы она во мне ребенка увидела. Это тоже инсайт, да, возможно. И вот Таня говорит о том, что вы можете бессознательно так бояться перестать, ну, так бояться перестать с ней быть, вот, что, ну, и не делайте никаких шагов в сторону самости, в сторону выбора себя. То есть вы и боитесь ее потерять, и не можете уже вместе жить, да. И вот получается этот невроз такой внутреннее, такое противоречие сильное между тем, что я могу и хочу, и тем, что это невозможно, например. Вы поймали звездочку. Юля, мы рады. Юля, смотри. Инсайт, инсайт. Вы должны вот сейчас прямо, может быть, понять, что туда вернуться уже невозможно, да, ни внутриутробно, ни в три года. Теперь только вы сами можете решить этот вопрос, потому что вы уже теперь, ну, по крайней мере, физически взрослая, а психологическую часть нужно разбирать тогда. Как повзрослеть психологически, как сепарироваться от матери. А это ответственность тогда брать нужно на себя. Это значит, надо решать вопрос с жильем без матери, там, где нет мамы, там, где вы создаете атмосферу, свой дом так, как вам хочется. Потому что, да, сознательно вы можете туда возвращаться, да, и где-то неосознанно хотеть, желать от матери вот этого материнского, но это вот опять же, да, такая путаница, когда взрослые люди требуют вот это, то, что они не получили, там, до трех лет, например, до пяти. А это невозможно все. И требовать от матери, когда ей 30 лет, это бесполезно уже, надо идти на терапию и там решать уже этот вопрос без матери. Спасибо ей за то, что она, ну, хотя бы организовала безопасность какую-то, да, физическую. Кормила, одевала, поила, спасибо, а все остальное теперь придется решать самому. Вот такой я бы итог сделала. Что ты скажешь про нее? Ну, страх потерять маму при невозможности с ней быть. Ну, то есть, вот, поэтому, ну, это шпагат, знаешь, такой, ну, такая растяжка. Там, одной ногой я до мамы, ну, по сути, затягиваюсь, а второй ногой, ну, пытаюсь от нее все-таки отсоединиться. Ну, вот, поэтому сон такой. Вот. Тем не менее, сестра... И вода, и ноги такие расходятся. Разъезжаются, да, разъезжаются, понимаешь, невозможно удержать равновесие, стоять Юля не может. У нее шпагат вот такой, одна нога там, вторая там. Да, понимаю, пишет Юля, меня держат эти деструктивные чувства. Если бы она признала, что она со мной делала, то я бы успокоилась. Но она не признает и продолжает насильничать психически. Юля, а вы тем временем тоже продолжаете насильничать и требовать от нее, чтобы она признала. Вот, я же говорю, это, ну, такое амбивалентное, ну, такое полярное, да, состояние. Ну, вас злит, что она не соглашается, и вы тоже злитесь. Ой, и она злится, что, ну, она не хочет признаваться. Вот, ну, таких, значит, вот, вот это что, да, Юля, спасибо, что вы это написали. Это вот как раз тот сон, потому что, смотри, здесь есть желание от мамы, маму вернуть туда, чтобы она признала. И вот этот вот корявый цветок, то есть есть ожидание, что мама это сделает наконец-то, но она смотрит, он корявый цветок и подарок какой-то. Вот это вот постоянное то, что ты в самом начале сказал, да, это вот ожидание, ожидание, что мама это сделает. Подарит, мне подарит это признание, что она не права. Мама, подари, подари. Она, ну, она это дарит, но другое. Куда эти чувства дети, если ей не возвращать? Спрашивает Юля Эти чувства, это же в тебе они рождаются Мысли же твои о матери И когда ты от нее требуешь Она действительно не понимает Более того, родители очень сильно боятся быть плохими родителями Когда дети предъявляют какие-то претензии Им становится обидно Теперь что с этим делать? Нужно идти в себя, в терапию только это можно Надо понять, что все Вы повзрослели, по крайней мере физически Все, что вы думаете и чувствуете по отношению к матери Это ваши уже Это ваши мысли, это ваши чувства, связанные с матерью И вот с этим нужно разбираться уже самой Вместе с терапевтом В долгосрочной терапии, условно говоря, терапевт Он такой психологически взрослый И он практически выполняет функцию вот этой взрослой мамы Взрослого родителя В долгосрочной терапии Для чего? Для того, чтобы психическом у клиента сформировалась вот эта взрослая часть То, что не произошло, например, в детстве Только так, по-другому никак Уже как только не пробовали Можно, конечно, в религию уйти Но зачем? Можно заболеть сильно Чтобы не расставаться с мамой Бывает и такое Поэтому, если вы хотите получать подарки Вот эти и цветы Красивые, свежие Свежевырезанные Подарки Красивые коробочки с ленточками И от этого получать радость Это только в терапию И там разбираться с этим Все И сепарироваться Брать ответственность за свою жизнь И создавать ее Такой, как вы хотите Ну, я еще добавлю Куда эти чувства деть Если ей не возвращать Смотрите, в этом вопросе есть процесс Который абсолютно материнский И он называется Конценирование То есть мама Производит эти чувства А вы их А вы их берете себе И контейнируете Вот я бы поработала над тем Чтобы вы не занимались этим Это не ваша функция Матери контейнируют чувства своих детей Если вы это делаете Вы там чуть выше писали Что вы исполняете Или вы так чувствуете Что вы исполняете роль родителя Для своей мамы Просто надо перестать это делать Мамины чувства Оставить маме У вас есть свой ребенок И чувства этого ребенка Вы, ну, должны Можете Контрейнировать Утилизировать Ну, и, значит Облегчать Разгружать Тем самым Детскую Еще пока что Психику вашего ребенка А мамины чувства Складировать Ну, это не очень справедливо По отношению к себе же Прежде всего Мама взрослый человек Ну, то, что она Ну, на вас Это привыкло сливать А вы привыкли это Забирать И в этом Ну, то есть Находиться Ну, это вас Слегка Подтапливает Вы туда Ну, погружаетесь Даже иногда Наверное Тонете И, ну, поэтому Вы не можете Вынырнуть Ну, вот В общем Это не ваша функция Я вот про это У вас есть Ребенок Для этого Процесса Но это не мама Она это требует Чтобы я Заботилась Защищала Ее Я это Не делаю Ну, вы Это не делаете Но вы делаете Что-то другое Вы От нее Принимаете Потоки Ее чувств Вот И, ну, там Разгружаете ее Ну, то есть Маме Может становиться Легче Она вам там Слила Вы это приняли Мама такая Фух Полегчала Ну, что Говорит Я пошла Фильмчик Значит, посмотрю Вот А вы сидите На кухне Расплющенная Вся Маме Ну, тут еще Это же В основном Психологическое Такое Психологическое Слияние Иногда Люди Съезжают Я уже живу Отдельно Но Пока вот здесь Сепарации Не будет А это только В терапии Можно Ну, тут еще Вот, понимаешь Мне кажется Очень-очень-очень Осложняет Эту ситуацию Факт проживания На одной территории Ну, это очень сложно Действительно Разъединиться А на одной территории Еще сложнее Вот Юля пишет Я ей так и говорю Она злится И обижается И ненавидит меня За это Понимаешь Если бы они жили В разных местах Там Ну, там Обижается Через неделю Переобижается И там, я не знаю Позвонит там Да Одна-другая А тут они Ну, условно В рамках Одной кухни Это очень сложно Надо бы подумать Что сделать Чтобы Чтобы разъехаться Все-таки И сепарацию С этого начать Что Что можно придумать Чтобы Ну Быть порознь Я понимаю Ну, все Все Ограничения Вот У меня Год назад Умер отец И мы Мы были Вынуждены Забрать Маму Маму К себе Несмотря Ни на что Ни на что Ни на какие Факторы Ну, я сняла Ей отдельную Квартиру Ну, потому что Ну, нет Ну, нет Это невозможно Нет Вот Ну, все Теперь она Живет На съемной Квартии Отдельно Ну, то есть Мы видимся Иногда Пересекаемся Регулярно Мы созваниваемся Вот Я думаю Она Ну, не очень Наверное Довольна Но Так будет лучше Я это абсолютно Точно знаю Что так будет лучше Если мы будем жить вместе Ну, все Это Тут будет Все лететь Не потому что Мама плохая Да Ну Не потому что Я скандалинская Нет Просто мы Ну, мы Два Сепарированных Человека Нам Нам Нужны Разные Територии Ну, мы С кем Тогда Юля У вас Отличное Чувство Юмора А значит Вам ничего Не грозит Плохого Никогда С кем Тогда Воевать Если К этому Я так Привыкла Да Господи Найдете Кого-нибудь С кем Вы будете Дальше Воевать Я Шучу Нет Конечно Мне Кажется Вам Отдельно От мамы Вы Распробуете Этот Вкус И Уже Не захотите Тогда Надо Своей Жизни Уже Заниматься Когда Своей Жизни Не очень Больше Тогда Нам Можно С мамой Воевать Ну Вот Надо Начать Себе Создавать Цветы И подарки Ну Все И Мама Перестань Нам Эту Жизнь Юля Спасибо Вам За Этот Интереснейший Сон Да Классный Сон Спасибо Большое Утришь Тебе Спасибо За То Что Ты Подала Такую Идею Разбирать Сны По-моему Это Очень Круто И Мы Пока Будем Каждую Неделю Да Друзья Мы Хотим Стане Предложить Вам Присылать Нам Ваши Сновидения Такие Большие Ну Важные Для Вас Не то Что Вам Ерунда Какая-то Приснилась И Вы Нам Шлете А Что Такое Очень Важное Значимое Яркое Мы По Пятницам В это Время В полдень Будем Разбирать Сновидения Сколько Будем Успевать Одно Два Три Сновидения В неделю Мы Я думаю Будем Успевать Поэтому Пожалуйста Шлите Нам Свои Сны Подписывайтесь На Наш На Нас И Следите За Нашими Эфирами Мы На Связи Всегда Встанем И Будем Очень Рады Спасибо Большое Спасибо Танюша До Следующего До Следующей Пятницы Пока 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 Пока